Библейский портал экзегет.ру представляет 29 глава книги Бытия, перевод российского библейского общества Читая его для библейского портала экзегет, продолжается история хитреца Иакова Мы обращаем внимание, что Иаков, это вообще-то первопредок израильского народа Все израильтяне от него произошли Он нарисован не самыми радужными красками Он покупает первородство у брата за похлебку Ну, брат тоже хорош Но надо же было додуматься, вместо того, чтобы просто покормить своего брата родного Потребовать от него плату Он обманывает отца, получает обманом благословение Опять-таки, можно было просто подойти и попросить благословение у отца Зачем его при этом обманывать? Он все время хочет побольше и получше себе Чем ему отведено судьбой или богом, как мы назовем Это правда В предыдущей главе мы читали, как он видит во сне лестницу, по которой поднимаются и спускаются ангелы И бога, который дает ему свое благословение Для него это самое главное То есть, вот в этих отношениях с богом для него центр, смысл его жизни Но, раз он хитрец, то и на хитреца найдется, кто его перехитрит Об этом 29-я глава Он отправился у нас с вами на восток, в эту самую землю Поддан Арам, которая была родиной его материи Ревейки Родиной, ну или не родиной, а, скажем, последней стоянкой Авраама Перед тем, как он переселился в Ханаан И, соответственно, оттуда ему надо взять жену Иаков отправился дальше Дойдя до земли сынов в восток Он увидел в поле колодец, а рядом с ним три стада овец Здесь обычно поили скот Отверстие колодца было закрыто большим камнем Когда собирались все стада, пастухи сдвигали этот камень, поили овец А потом вновь закрывали колодец Ну, видимо, для того, чтобы туда не падала какая-то грязь И, может быть, чтобы кто-то посторонний там не поил Вода же на вес золота в пустынных местностях «Откуда вы, братья?» — спросил Иаков и пастухов «Из Харрана», — ответили те Он спросил, «А вы не знаете Лавана, сына Нахора?» Они ответили, «Знаем» «Как он поживает?» — спросил Иаков «Хорошо», — ответили ему «Да вот и дочь его, Рахиль, идет сюда с овцами» «Жира еще не спала», — сказал Иаков пастухам «Не время собирать скот Напоите овец и гоните их на пастбище» Но те отвечали «Мы не можем, пока не соберутся все стада Тогда от колодца отодвинут камень, и мы напоим овец» Ну, видимо, у них была такая договоренность Может быть, камень был к тому же очень тяжелым И интересная такая параллель к тому, как встречает Элезер, раб Авраама Ревекку, жену для сына своего господина Заодно и мать нашего главного героя Якова Тоже у колодца Но Элезер вот полностью отдает ситуацию Богу Он говорит, выйдет девушка Я ее попрошу попить Она скажет, я напою твоих рыблюдов Это будет знак И так оно и происходит А Яков так не может Яков сам всю эту ситуацию устраивает Ему надо все контролировать Он не может довериться просто ходу событий Ну, хлопотун, значит, будет хлопотать И ему, кстати, показывают на Рахилю Он, в принципе, догадывает, что девушка должна быть откуда-то вот из этого дома Но пока еще он не знает, какая Пока они разговаривали, подошла и Рахиль Ведя овечье стадо своего отца Она была пастушкой Увидев ее со стадом, Яков подошел к колодцу Сдвинул камень и напоил овец Ровно наоборот, да Судя по всему, сила молодецкая появилась Кажется, там один человек не мог его сдвинуть А Яков смог Ну, вот увидел такую девушку И там Ревека поила верблюдов Он сам поит овец Рахиля Он все сам, он все сам Он контролирует ситуацию обязательно Получит свое, да Потом он поцеловал Рахиль Так, прямо сразу И громко зарыдав, сказала ей, что он родственник ее отца, сын Ревекки Рахиль побежала передать это отцу Услышав, что к ним пришел его племянник Яков Лаван бросился гостю навстречу Обнял его, расцеловал, повел в свой дом Яков поведал ему о себе И Лаван сказал ему, точно ты мой родственник Кость и плоть моя Вот он уже, собственно, все начинает устраивать Помните, там Элиэзер брал Ревекку Он провел одну ночь у Лавана А утром забрал ее И даже Лаван пытался как-то его уговорить остаться Тут прям как стрела полетел Обратно С Иаковым будет ровно наоборот Минул месяц с тех пор, как Иаков поселился у Лавана Да, вот Он пока не знает, чем взять Он же изгнанник Ему некуда уводить Рахиль Да и нечего ей предложить И Лаван сказал ему Неужели раз ты мой родственник Ты будешь работать на меня даром Скажи, какую ты хочешь плату То есть Вариант, что он просто будет жить в гостях Уже не обсуждается Явно, да Он на него, естественно, работает Ну, раз там Пасут скот Что он будет гулять Развлекаться Пока все работают Конечно, его тоже подключили Он вот уже вписался в эту семью А у Лавана было две дочери Старшую звали Ли А младшую Рахиль У Ли глаза были некрасивы Ну, здесь не очень понятный оригинал Что-то у нее было с глазами Или слабы были То есть со зрением плохо Зато Рахиль была прекрасна и лицом, и станом Яков полюбил Рахиль И сказал Лаван Я буду работать на тебя Семь лет за Рахиль Твою младшую дочь Что ж, ответил ему Лаван Пусть лучше выходит за тебя Чем за чужого Оставайся Семь лет бесплатного работника Кому не понравится такая идея Семь лет Яков работал на него за Рахиль Но эти семь лет были для него Что несколько дней Потому что он любил ее Представим себе Что мы в разлуке С любимой девушкой Ну, женщина с юношей Представит себе И если семь лет нам ждать Свидания Неужели нам это покажется За несколько дней Мне кажется, наоборот Каждый день будет казаться За год Но здесь какой смысл Видимо в том Что эти семь дней Для него было нетрудно перетерпеть Он знал цель Да? И вот смотрите Яков, который всюду вот так вот Выкручивается у нас до сих пор А вот семь лет поработай Вот семь лет Выгоняя каждое утро в поле Скотт Возвращай его вечером домой Без этих твоих Вокрутасов Может быть Если бы он туда явился Как сын Исаака Которого не собираются Убить брат на родине Который договорился Обо всем с отцом Получил это благословение Вполне законно Да может ему бы Вот как Его мать Ревеку Отдали бы в одну ночь Да? Вот переночевал И утром бы повел Его к своему отцу А вот теперь Беженец несчастный Семь лет поработает Создай прибавочную стоимость И мы тогда поговорим И вот наконец он сказал Лавану Где моя жена? Срок пришел Пора и быть моей Лаван созвал всех соседей Устроил пир Когда стемнело Он привел к Акову Свою дочь Ли И у Яков лег с ней В служанке Ли Лаван отдал Свою рабыню зелфу Ну понятно что Девушка из богатой семьи Она берет с собой Кого-то Кто будет ее Обслуживать Из рабынь Настало утро Пред Аковом Ли Что ты сделал со мной? Сказал Аков Лавану Разве не Зарахили Работал на тебя? Зачем ты обманул меня? В наших краях Не принято Отвечал Лаван Младшую дочь Выдавать замуж Вперед старше В принципе это Мало где принято Но там очевидно с этим Особенно строго Вот кончится У этой свадебной недели Мы и младшую тебе отдадим А ты за это будешь работать На мне еще 7 лет Яков подчинился Ну вот зеркальная ситуация Он обманул своего отца Со старшим младшим сыном Да И его обманули Со старшей младшей дочерью Он хотел Младшую ему отдать Старшую Как он хотел быть старшим И обманул отца Вот все В жизни очень часто так Симметрично Да То есть что сделал он С другими То делает Кто-то еще с ним Яков подчинился А куда ему было деваться Когда свадебная неделя кончила И Славан отдал ему В жены свою дочь Рахиль А в служанке И дал свою рабыню Валлу И Леок Аков с Рахили Он любил ее больше Чем Лию И работал за нее На Лавана Еще 7 лет И соответственно Вот тоже Без каких-либо Особых вариантов Его обманули Эти 14 лет Он трудится честно В поле И деваться ему Особо некуда Тем более Что и уйти То как он может Да Вот Что он будет делать Чем он будет кормить Свою семью Господь увидел Что Лея нелюбимая Сделала ее Трубу плодовитой А Рахиль Оказалась бесплодной Интересно Что Рахиль Оказалась То есть не Господь Сделала Это как бы Само собой Видимо Показывает Текст нам Что Господь Не творит Вот какого-то Такого зла И болезни Да Что просто Они иногда случаются Что благословение От него А вот Отсутствие благословения Это просто отсутствие благословения Как тьма Есть отсутствие света И Вот такая Симметрия Да Вот Все время мы видим Что люди Пристрастны Что Внутри семьи Кто-то кого-то любит Больше Кто-то кого-то меньше Так Ревека Больше любила Иакова Из детей своих А Исаак Наоборот И Сава И Господь Это выправляет Да То есть Он дает Что-то такое Человеку Если нас не любят Значит нам В чем-то другом Будет дано Лиза беременела Родила сына Развала его Рувим Господь увидел Мою печаль Ну вот Он увидел Мою печаль Похоже звучит На Еврейское Имя Рувим Сказала она Уж теперь-то Мой муж Меня полюбит Ну понятно Что рождение Ребенка Это То что Привлекает Конечно же К супруге Ее мужа По крайней мере В том мире Может быть Сегодня наоборот Потом опять Забеременела И снова Родила сына Услышал Господь Что я нелюбима Сказала она И даровал мне Еще одного сына И назвала мальчика Симеоном Соответственно Созвучно Слово Услышал Потом опять Забеременела И снова Родила сына Уж теперь-то Муж будет Ко мне привязан Сказала она Ведь я родила Ему троих сыновей И дала ему Имя Леви Похоже Она привязана Забеременела Еще раз И снова Родила сына Теперь Восхвалю Господа Сказала она И дала ему Имя Иуда Похоже На хвалить После этого Она перестала Рожать То есть Три имени Она давала По принципу Теперь муж Меня полюбит А в четвертый Раз сказала Теперь Восхвалю Господа Кажется Муж Не полюбил Но На четвертый Раз Она Догадалась Что собственно Самое главное В этом всем Да То есть Пытаться Выстроить Свои отношения С кем-то Вот просто А вот будет так Да Не получается Другая сторона Может Не ответить Взаимностью Другая сторона Может увидеть Это по-своему А вот Господа Восхвалить Можно Всегда Что с ней И произошло Ну а Эта история Про хитрости Она будет продолжаться И Яков Раз за разом Будет оказываться Объектом Манипуляции Как он Манипулировал Людьми Манипуляции Манипуляции